Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, Финляндия, финская компания решила расторгнуть контракт о строительстве атомной электространции в Финляндии. Как-то она, как-то там называется, по-фински не просто там, хайки ми киви какой-то. Ну, в общем, друзья мои, в Финляндии Росатом не будет строить электростанцию. И, ну а деньги-то вложены, уже как бы и проекты, и все дела. И тут раз на тебе, накось выкуси, как говорится. Ну, с одной стороны, обидно, да, Росатом не получит денег, то есть российское представительство там. Но, друзья мои, я вот смотрю, что здесь у нас на территории как бы никаких, ну, ни атомных, ни гидроэлектростанций не строится. Да, вот электричество дорогое. Мы в Китае продаем, в Китай, там рядом, ну вот, в Сибири гоним электричество за копейки в Китай. Значит, построили почти там уже какие-то блоки, еще собираемся строить в Турции за наши же деньги, потому что не за наличман, а в кредит. То есть такая, знаете, схема, кажется, да, вот, хорошо, что мы строим везде, то есть наше влияние распространяется. Потом мы еще обслуживаем эти электростанции, там, продаем для них топливо, и потом же принимаем отходы от этих ядерных электростанций себе сюда, закапываем на нашей земле. Да, и теперь Финляндия отказывается. И вроде как бы плохо, опять же, промышленность съеживается, люди теряют деньги. С другой стороны, друзья мои, для меня вообще это непонятно. Вы скажете, конечно, ну ты профан, ты вообще ни хрена не разбираешься ни в чем тут, свистишь нам, лепишь горбатого. Но, друзья мои, меня всегда смущало вот это вот атомные электростанции, которые строили в Китае, в Иране, в Турции, теперь Финляндии. Да, и я как бы в недоумении, почему не строить здесь? Конечно, там, можете сказать, атом это опасно, там, помнишь Чернобыль, помнишь Фукусиму. Да, наверное, опасно, но не менее опасно, наверное, строить там за наши деньги, а потом оттуда привозить уже использованное вот это вот, как бы, ядерное топливо. То есть, получается, мы им даем энергию, они нам дают, как говорится, отходы, дерьмо от этой энергии. Это все равно, что, знаете, наслаждаться, мы туда посылаем какие-нибудь свежайшие деликатесы, а обратно принимаем то, что уже получилось, когда эти деликатесы прошли через пищеварительный тракт. Может быть, это идеальные продукты, но процесс переработки, он обычно всегда бывает, как бы, не очень съедобен. Поэтому, в чем-то я понимаю, может быть, наконец-то здесь, на этой территории, огромной территории, чтобы электричество в этой стране было дешевле. Почему вы нам не продаете электричество так, как в Китае? Почему вы в Китае продаете за копейки, а нам продаете по 6, там, 5,90 киловатт? Это невозможно, да, поэтому здесь электричество дорогое. Почему мы продаем дешево? Почему мы туда строим там электростанции? И может быть, хорошо, что финны отказались, да, и вот эти мощности вы можете использовать, чтобы где-то здесь что-то построить, атомное или не атомное, здесь, на нашей территории. А то как бы непонятно, вот в это, конечно, умники скажут, мы вливаемся в это мировое, а тут, получается, финны, деньги-то уже, там, что-то построили, какую-то площадку, деньги вложены, деньги нам не вернут, хотя Росатом собирается судиться. Ну, в общем, друзья мои, похоже, похоже, но все равно они не собираются здесь строить, им надо там, сейчас опять с кем-то договорятся, я не знаю, в Корее будут строить, или еще, где у них там, друганы, где-нибудь в Африке надо сказать, мы вам построим электростанцию, пусть у вас будет дешевое электричество, а своих мы будем гнобить, свои нам будут платить тут по вешеным ценам, потому что все равно альтернативы нету. Ох, друзья мои, конечно, хорошо рассуждать об этом, но мне кажется, все-таки надо что-то поменять вот в этом руководстве, чтобы вот эти и экономические, и политические решения были, во всяком случае, разумны с позиции простого человека, чтобы простой человек посмотрел и сказал, да, вот у нас построили электростанцию недалече, и электричество стало не по 6 рублей, а там по рублю. Вот это хорошо, спасибо партии и правительству, но нам они втирают о заботе о населении, и цены все время взвинчивают, да, вот как бы бензин-то не подорожал, хотя вроде как говорили, что вот сейчас здесь подешевеет, потому что у нас там этот бензин фиг с маслом, с нас они берут еще больше, чем раньше. Так что, друзья мои, смотрим, наблюдаем за этим увлекательным процессом деградации верхов, ну, в принципе, и деградации низов. Потому что какое-то гниение, даже вот эти новости, что не будут строить Финляндии, да и ладно, вот и ладно, хорошо, может быть, наконец-то Росатом выкинут со всех рынков, где они задарма строили. И Эрдоган, интересно, денежки-то отдал? Денежки-то вам отдал Эрдоган? Вы же в кредит. Мы же ему кредит дали, чтобы он построил эту электростанцию. То есть мы же строим за свои же деньги. Что нам от этого? Как бы бульон от яиц получается? Яйца Эрдогану? А нам бульон из-под яиц всего лишь, друзья мои. Я профан в экономике, я не понимаю, вы чего? Вы идиоты или за какой-то дешевый откат вы это делаете? Вот почему такая, не пойму, в чем прибыль? Вот вы построили Эрдогану турецкий поток, а сейчас, сейчас он как бы вот закрыт на реконструкцию, да, там какой-то ремонт текущий. А Эрдоган открывает новое месторождение там же где-то в Черном море и собирается этим газом сам торговать. Не с нами, а с Европой, да. А нам он показывает, как говорится, свой это турецкий хрен без масла. Просто-напросто, да. Да, турецкий поток построен. И что толку? И что толку-то, да? Северный поток построен, да, за наши с вами деньги, потому что мы переплачиваем за все. За все, что нас штрафуют. Это мы построили с вами. Это не какой-то плешивый там этот дурень. Мы построили. И все это впустую. Это все, как говорится, сливается в унитаз. И вы еще из себя там изображаете каких-то умников. Да таким умником место, извините меня, как говорится, сушится на солнышке с петелькой на шее. Вот это вот самое достойное, мне кажется. Ну, ни в коем случае не призываю к таким зверским методам. Нет. Нет. Но по уровню вреда, который нанесен, мне кажется, как бы можно пофантазировать об этом. Все, пока.